Я пропадаю из радаров. Видео выходит сейчас нерегулярно, записываю не каждый день, потому что появились дела, занятость, но не об этом. Сейчас видео относится ко всем токсичным людям и которые пассивно агрессивны. Скажу вам так, ваши признаки. Вы всегда находите в бочке меда ложку говна. Если это так, это про вас. Вас всегда не устраивает результат. Даже в чем-то хорошем вы ищите подвох. Если это вы, то я обращаюсь к вам. Конкретно я обращаюсь к своей знакомой, которая, возможно, смотрит эти видео, возможно, перестала смотреть. Я ее откровенно занесла в черный список в своих соцсетях. Почему я сделала это? Я подумала и думала, может, я не люблю критику, вы знаете, но если критика постоянно, если каждое ваше действие, тем более, когда она стала смотреть мой канал, то, естественно, я раскрываю свою жизнь, показываю какие-то нюансы. И если в каждом моем действии, в каждом моем слове, в каждом моем поступке есть хорошо, но, я вам скажу так, мне уже 33 года, и мне не нужны ни родители, мне... Родителей у меня нету, они уже, Царство Небесное, умерли. Мне не нужны сестры, у меня они есть. Мне не нужны критики. Мне в моем возрасте нужны друзья. Кто такие друзья? Я не буду смотреть в определение словаря Ольжигова. Блин, у меня все падает, потому что я нервничаю. Но друзья, это люди, которые радуются твоим успехам и поддерживают тебя в случае неудач. Но некоторые, когда не спрашиваешь у них совета, или вставляют свои «но», хорошо «но» везде, где бы их не просили. Это не те люди, от которых после общения с которыми мне кажется, что со мной что-то не так. Это люди, вот эти люди, с которыми после общения, с которыми мне кажется, что со мной что-то не так. Этих людей я убираю из своего общения. Вы, возможно, скажете, что «Надя, ну как же так? Без критики, без подсказок. Как же расти, как эволюционировать?» Я вам, люди, скажу только одно, друзья мои, только по собственному желанию. Да, только если ты к этому сам вырос, сам пришел, у тебя возникла мысль, что надо худеть, что надо взрослеть, что надо менять в жизни. Вот только тогда стоит меняться. А вот если вам кто-то из родных или близких так заботливо, ласково каждый день говорит «да, ну вот, но», то знаете, и после этого вы чувствуете себя немножко неправильным, да, что-то с вами не то, то я скажу этих людей нахуй, вот просто нахуй, это токсичные люди, да, и мне будут писать комментарии, если на моем канале токсичные, то просто буду посылать нахуй, просто с пляжа, потому что мне агрессии, токсичности, критики, мне ее не нужно. У меня достаточно своих мозгов и достаточно своей оценки для того, чтобы себя критиковать и себя растить и себя менять, если я этого захочу. Но если я хочу деградировать и хочу стоять на месте, значит, я этого хочу и мне так комфортно. Все критики, все советчики, все лучше меня знающие, занимайтесь, пожалуйста, своими жизнями, да, и подавайте пример своей жизнью, своими поступками. И, возможно, тогда люди чему-то научатся, но критиковать, давать советы, смотреть с высоты своего опыта и знаний и говорить «но», это мне напоминает моего классного руководителя в педколледже, который вот так вот снимал свои очочки, и с высоты своего опыта нас унижало, пассивно, агрессивно, а вы не очень-то, вы такие-сякие, идите все на хер. До свидания, всего вам хорошего.